Теперь, что касается пациента в Берлинской клинике. Я уже говорил на этот счет неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. Я знаю, мне принес Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое и в первом, и в этом случае. Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да в наших спецслужбах хорошо это понимают и знают это. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным, не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно, тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то. Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Ну вот в эту же секунду. Есть одна вещь, на которую, ну так, в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение. А именно, этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и таким образом, для тех, кто это делает, таким образом подтянуться до определенного уровня и сказать, вот обратите внимание, мой партнер – это вот этот. И я, значит, такого же калибра человек. Вот относитесь ко мне как человек вот такого, общенационального масштаба. Это известная, во всем мире применяется этот трюк политической борьбы. Но, на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться для того, чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей. Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной для того, чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае в нашей. Вот я призываю всех наших оппонентов действующей власти, вообще все политические силы в стране руководствоваться именно не своими амбициями личными, а интересами граждан Российской Федерации. Предлагать позитивную повестку дня для того, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной. Их у нас много. Так, перемещаемся в Ростов-на-Дону. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...